Привет, улик, красотули, лапули! У нас с вами новый влог. Я чуть-чуть стриганула волосы выше груди, но этого мало на самом деле, потому что их мало. Их реально вообще очень мало. Поэтому в дальнейшем я буду стричь это всё ещё больше. Мне кажется, сначала, как, в общем-то, и предлагаете, вы сначала по плечи, то есть это нужно будет отрезать ещё где-то сантиметров 10, и потом посмотрим, может быть, так оставлю, а может быть, сделаю вот так. Так, девочки, вот так. То есть будет кореха вот такая до плеч. Так, мы на самом деле собираемся завтра с утра с раненького ежем в Москву. Мы переезжаем туда на недельку к моей сестре, поскольку Ксюша моя в Беларуси у папы, а муж её уезжает завтра кататься на лыжах. Поэтому мы поедем. Ещё завтра Рождество. Всех поздравляю, девчонки, с Рождеством. Я думаю, что этот влог как раз выйдет Рождество. Всех поздравляю, желаю всем огромного здоровья. Мы завтра поедем к нашей свекрови, дорогой. Она там уже наготовила, женинку запекла, все дела. И сегодня, на самом деле, мы ждали гостей издалека, но они не смогли приехать. Пока что, но скоро приедут. Самый лучший подарок, конечно же, мы им в прошлый раз дарили постельное бельё, и в этот раз я тоже решила заказать на васильке. И моя подруга Эллач, ну вы, кто меня смотрит, вы её знаете. Она директор магазина Кубьюти. И она у меня тоже на Новый год попросила постельное бельё. Я ей дарила на прошлый Новый год, и на этот тоже. И на васильке я сделала заказ. И, девчонки, на мне вы можете видеть кофту тоже со стойкой. Просто вообще бомба кофта. Она идёт от 46 размера до 56, по-моему. Муж мою помиловал, он сказал, что мы будем носить её оба. Потому что она, ну реально, она огромная. Посмотрите, какая она большая. Вообще. Её можно, кстати, носить с лосиками. Вообще будет классно. Она такая прям оверсайз и цвет. Мне очень нравится цвет. Такой капучино. Так, на васильке всегда можно заказать по размерам, таким, как вам надо. И у меня был нестандартный размер. Я взяла поплин, весна. И здесь налочки 50 на 70. Здесь два пододеяльника. Это семейный комплект. Здесь два пододеяльника 143 на 215. Простынь идёт 2,40 на 2,20. Вот такой красивый цвет. Это двойное бельё. Получается серый и молочный. Смотрится просто вообще бомба. На подарки я взяла комплект полотенец. У меня труп министант, он на коричневый. Одно маленькое, 40, 50 на 90. И два банных 70 на 140. И я же такой товарищ, который всё пораздарила. И у меня, в общем-то, ничего не осталось практически. И я подарила свой плед своей подруге на Новый год. Она была вообще в восторге. Сказала, что просто обалденно. И я себе, девочки, последний в размере забрала вот такой бежевый плед. У меня один есть, но мне нужен был второй. У меня есть такой же бежевый, лиловый, серый. И сейчас, наверное, тоже буду всё серый заказывать. По-моему, он называется Пилони или Аризона. Аризон? Аризон. Это такой тоненький пледик. Очень лёгкий, очень тёплый, очень красивый. Вот на кровати я себе его оставлю. Потому что потом я вот такой не найду. Также взяла две простыни на резинке. Одну на подарок, одну себе. Он в таком красивом цвете. И я на самом деле заказала другого, но их уже не было в наличии. То есть я не успела и попросила положить мне что-то в другом цвете. И Василёк мне, они сами выбрали цвет какао. Называется две простыни на резинке. Обожаю их. 160 на 2. И на подарок нашим родственникам я взяла такой же комплект, как у меня. Это тоже поплин. Научки 50 на 70 я взяла на всякий случай. Без молнии. Это у нас бежевый какао. Очень красивый. Я сейчас, кстати, буду перестилать бельё. Видите? Бежевый какао. Очень красивый. Очень классный комплект. Обожаю их. Не знаю, что-то от цветных отошла. Это разноцветный. Хотя зебра у меня всё равно периодически появляется на кровати. Но Василёк в этом плане вообще рулит. Девчонки, на самом деле у меня многие спрашивают, есть ли доставка в другие страны. Я не знаю. Вы должны посмотреть на сайте и напишите им в поддержку. Может, они вам ответят. Может, даже можно. Я в основном заказываю на почту России доставку. Мы приезжаем, забираем. Иногда, если доставка до квартиры получается дешевле, смотря, какая транспортная компания, то я заказываю домой. Ну и, конечно же, у них появляется много новинок сразу в Инстаграм. Так что я оставлю ещё ссылку на Инстаграм, на их магазин и на их Инстаграм. И там можно отслеживать, что у них там появляется. Сейчас новые пижамы вышли. Меня, кстати, спрашивали под прошлым влогом, что у меня за пижама. Девочки, это пижама с Василька. Я... У меня все пижамы с Василька. Меня спрашивали вот именно за этот. Это Василёк. У меня постиран. Уже и высох. С собой возьму, Ксюша. И когда мне некоторые пишут, сколько можно постельного белья, девчонки, на самом деле, у меня его мало. Я почти всё пораздарила. И когда я дарю полотенце и постельное бельё, это то, что пипец как надо. На это всегда жалко денег, тут скажу честно. Всегда жалко денег. Ну, раньше мне было, сейчас вообще не жалко. И постельное бельё мы меняем раз в два дня, потому что у нас собаки. Ну, и вообще как-то даже, не знаю, ну, мне самой как-то неприятно спать, особенно на наволочке, после двух дней. Я приехала к Ксюше и начинаю разбор её шкафов. Начнём с косметоза, наверное, потому что здесь, по-моему, давно конь не валялся. Так, что я оставлю? Оставляю эссенс-палетку, потому что Ева ещё у нас очень часто ей красится дома. Она же у нас любит Эльзу. Вот. Так, румяшки Милане оставляю. Так, карандаш для бровей от Беспешл ей нравится, я оставляю. Кисточки все, кисти я сейчас пойду мыть, потому что вряд ли моя сестра их мыла. Она у меня, ну, не такой человек, как я. Особо не заморачивается. Ещё один карандаш Беспешл оставляю от Ардеко. Это я ей дарила. И здесь срок годности уже до свидания. Помада от Стеллари Нормуль. Вот этот блеск от Вивьен Собо ей тоже очень нравится. Масло от Клоранс дарила ей давно. Он тоже идёт в мусорку. Палетка Лимитка от Катрис. Её тоже оставляю. Она ей редко, конечно, пользуется, но пользуется. Вообще сыпучие продукты Нормуль. Так, от Беспешл карандашик для глаз колпачка нет, ладно, оставляем. От Пош это у нас, по-моему, карандаш для глаз, да, его тоже можно выбросить, потому что он очень старый. От Беспешл карандашик закончился до свидули. Так, это у нас от Литуаль подводка, ей тоже уже транты. от Стеллари карандаш пятнадцатый оставляем. А этот от Фаберли карандаш, я знаю, что ему очень много уже лет, так что он тоже до свидули. А вот румяшки, они просто отклеились, ладно, тогда надо аккуратненько их. Что тут? Это давно, я уверена, что срок годности закончился, да, конечно же. До свидания, у этого точно давно закончился. Хайлайтер от Эстрады я и свой отдавала. Кстати, у меня сейчас тоже с собой Эстрады я взяла. Это оттеночек седьмой, офигенный хайлайтер. Так, румяшки эти я выброшу, они уже до свидули. Мак Бронзер тоже ей дарила, но она им летом пользуется, пускай пользуется. Эту тушь до свидания, ей уже все. Я, кстати, ей привезла от Вивьен Сабо новую тушь, вот такую. Так, это двухфаска, ее выбросить надо, она еще восемнадцатого года. Никс тоже до свидания. Слушайте, на самом деле, вот эти литуалевские помады тоже срок годности. Здесь все, срок годности. У него еще все нормально, можно оставлять вот эти Никсовские помады. Срок годности им уже до свидули. От Катрис тоже я ей дарила, и это было давно, так что можно тоже выбрасывать. Пинап от Люкс Визаж точно до свидули. Может, она ее прикончила? Нет, девочки, все равно выкинуть. Обалденный бронзер от Никс оставляем. И пигменты от Кристал Минерал с офигенной. Видите, уже сколько тут чуть-чуть осталось, совсем она ими с удовольствием пользуется. в общем-то, девчули, вот все, что я оставила. Надо будет ей собрать новую косметичку, но это не проблема, у меня косметоса дофига. Как-то пусто, да? Туда еще кисти положу чистые сейчас помою и все. Так, что нам надо? Тональник, пудру, какой-нибудь новый карандаш для бровей у меня есть как раз. И все, в общем-то. У меня, на самом деле, здесь сегодня большой день стирки. Я перестирала все пледы. Вот у меня сейчас последний с дивана стирается. Перестирала все постельное белье, все висит на дверях, как видите. И что, мы собираемся прогуляться, сходить за пиццей. И у меня закончился софт-фокус от Беларо Дизайн. У меня есть еще один загажник. Это самый офигенный, классный, легкий, гелевый консилер, который не скатывается под глазами, ни в какие морщинки не забивается, хорошо перекрывает, но в то же время он мега-легкий. Женщина, что ты пришла? Вот ты понимаешь, что только-то на ком намазала лицо, а ты сейчас что будешь делать? Она уже когти в меня впивает. Лелик? Ну, Лелечка, ну, пожалуйста. Ну, мне придется сейчас выгнать тебя, кошечка моя. С Массей дерутся сегодня целый день. У Масси заболело ухо, пришлось Саню отправлять за изотиком, это капли мы из дома не взяли, и пришлось покупать, стоит, блин, недешево, почти полторы тысячи, но что делать? У Масси вот только начала проходить ухо. Так, ты сдрыснешь с меня, и мы пойдем запить, знаете, куда? У нас тут на самом деле на Ленинградском проспекте все рядом. Я сначала предложила ему с кафеш какой-то, он говорит, да нет, давай я ее дома. Ну, дома так дома, и у нас напротив, через Ленинградку, сейчас покажу. Ой, девочки, какие окна грязные. Так вот, вон там, вон у нас, вот здесь, вот здесь, у нас там, смотрите, называется Eat Market Food Call, и мы туда пойдем запиться, может быть, даже суши возьмем, банка Актрития, Актрития у нас здесь находится, и вот мы сейчас туда сходим, посмотрим, ну, вот это вот, это все надо перейти, у нас хорошо там подземка. Слушайте, ну, вот такая длина получилась, да, я сама что обрезала. Завтра, завтра, наверное, надо идти стричься пока вот так, как я вам говорила, потому что, ну, мало-мало волос вообще. Но я морально уже подготовилась. Хочу сказать, что морально я готова. Я завтра еще покрашу корни, сегодня не хочу ничего делать, и стриганусь. А может быть, меня завтра переклинит в парикмахерской, и я такая скажу, давайте корыху. Так, мы сюда дошли, на самом деле, девочки, вот наши окна. Ну, пришлось нормально так обойти. Что, сейчас мы возьмем всякой ерунды себе. У нас сегодня выходной. Мы решили остановиться на паста-пицца, потому что мы хотим пиццу. Смотрите, какая паста, она не самодельная, она не будет делать пиццу. Еще здесь есть турецкая, кофе, поплава. Там индийская кухня, здесь какой-то есть кофе, кофе. Я так понимаю, это иди там. Вот здесь есть вьетнамская кухня, здесь пахнет, как в китайских ресторанах, вот один в один. У нас здесь много разного, разных блюд, вот я точно чего-нибудь хочу. Может быть, какой-нибудь рис, с морепродуктами, что это такое. Потом у нас едут. Хочу шаурму, но шаурму я не хочу. Саня, это ко шаурму? Да я вот смотрю. О, смотрите, сколько разных там. Я вижу. Смотрите, зачем-то там много. Шаурмы разные. Мы, короче, взяли пиццу, две. Сейчас придем домой, покажем. Взяли суши. Я еще не видела, как они выглядят, роллы, но они не дешевые. И в вьетнамском ресторанчике я себе взяла вок с курицей и с бобом, с бобовыми проросшими там ростками. И еще взяли креветки в темпуре. А сейчас мы еще зайдем, купим что-нибудь попить, потому что... Девчули, мы будем смотреть сегодня очень страшный фильм. Вторую часть Тихое место 2. Первая часть капец, какая страшная. Очень держит... Фильм в напряжении держит от начала и до конца. И вот вторую часть очень хотим посмотреть сейчас. Сейчас, короче, придвинем диван, поставим все на столик, будем смотреть. Я не знаю, вообще будет нам до еды при просмотре этого фильма. Но, посмотревши трейлер, я понимаю, что будет очень страшно. Принесли домой. Смотрите, какие кревитосы красивые. Это вьетнамская кухня. Также мой удончик. Я так хотела всегда попробовать вот в таких стаканах, как в американских фильмах. На самом деле, с них есть удобно, мне нравится. Да, да. Мамма миа! Это у нас пепперони. Вот такая пицца, кстати, очень классная. В общем, мне нравится. Надо ее подогреть. Я ее, наверное, даже в духовке подогрею. Мамма, пицца. И четыре сезона. Ну, такое на самом деле. Мне кажется, ее даже доготавливать надо. Потому что она как-то выглядит. Смотри, Саня, мне кажется, ее надо еще в духовке подержать, да? Угу. Мне так как кажется. На самом деле, на этих фудкортах не очень прийдешево, девочки. паста, кап, пицца. И что там? Суши? Суши нормальные вроде. Так, заказали в Саточи. Выглядит красиво, но, девочки, тут рыба с гулькин нос. Стоит каждая порция 560 рублей. А вот дракон мне понравился. Тут всего хорошо. Рису до хера, конечно. Но и угря здесь много, сыра много, авокадо там. Класс. А вот с этим, конечно, с Филадельфии они погорячились очень сильно. Тоненькая рыбка. И такой маленький кусочек. Ну ладно. Все равно будет вкусно. О! Получи 15% на сеты при первом заказе на сайте по промокоду СЭТ-15. Может, кому-то надо в Москве. Пожалуйста. Нет, ну вы только посмотрите на этого жужела. Жужела. Саня называет его жужела. Ты жужела, малая. Ты что, спишь? Проснулся? А что с глазом? Спи, 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 мой хороший. Смотрите на эти ножки. Божечки. И лапки типа отпрыгнули. Мы решили поставить вот так диван, чтобы смотреть девочки телек. Так удобно. Вообще. Ты на кого охотишься? Она не здесь. Мася, хочешь покажу, где Лёля? Мася, знаешь, где Лёля? Вот наша Лёля лежит. Ее же перестелила все пледы. Здорово. И ты, как Гуччи, тоже. Девочки, посмотрите на этих кайфушников. Ой, тишина и покой. А ещё мне, знаете, что себе предстоит разобрать холодильник? Потому что здесь много чего испортится. Мы так кушать не будем. И свекровь нам дала, и уже, на самом деле, достала его котлеты, надо выбросить. Много чего надо выбросить. Вот эту кастрюлю с супом надо тоже вылить. Ксюша, моя готовила, ее так и не доели, ей надо проверить овощи и, наверное, протереть холодильник, потому что тут нам бросали. Ну, поехали. Вот, смотрите, разгрузила чуть-чуть. У меня целый пакет продуктов практически пришлось выбросить, потому что всё испортилось, практически всё. Так что затариваться, на самом деле, нецелесообразно перед отъездами. И я, кстати, сюда привезла с собой тоже еду. И, блин, у свекрови еды взяли, я ничего не готовила. И с собой, наверное, обратно повезу. Ну, или завтра карбонару, например, сделаю. Я покупаю, кстати, в глобусе, девочки, очень вкусную грудинку. Грудинка со специями вареная копчёная глобус без костей. Она, вот, лучше всего подходит для того, чтобы делать карбонару. Король под король. Девчонки, хотела бы показать, как вымахали цветы. Я их поливаю каждую неделю. Я приезжаю к Ксюше каждую неделю и поливаю цветы. Здесь были очень маленькие росточки. Посмотрите, вымахали. Раз, два. Я думала, они погибнут, но нет. Слава Богу. Так, ещё поливать не надо. Воскресенье. Я по воскресеньям поливаю, но, девочки, вот что выросло. Он вообще был загнулся. Посмотрите, какой красавец. Он цветёт красными большими цветами. Я надеюсь, что он к весне стрелочку пустит, хоть из одной луковицы. Но, листики новые, смотрите, вон. И вот, красавица. Вообще, мне кажется, ему здесь уже места мало. Я вас прошу совета. Здесь есть такая пальма. И, ну, тут её привязали. Мы, конечно, всё класс. Я её тоже поливаю каждую неделю. но у неё очень сильно сохнут листья. И уже опырскивали, и всё. Но, может, вы подскажете, как вообще за ней ухаживать? Может, у кого-то есть такая штука? Это не драцена, это точно. Я не знаю, как она называется, но нам надо срочно что-то с ней делать. Потому что, я её уже перекосила, и жалко. Внизу так, вон, зелени куча. А я, девчонки, начала смотреть опять. Посмотрите, кто это? Саша Белый. Решила посмотреть бригаду опять. А я, на самом деле, сейчас буду собираться, пойду, мой, в конце концов. А то я тут ещё и погладить успела. И знаете, что в следующем влоге вы увидите, как мне советовали мои подписчицы, я еду на Динамо в самый большой фикс-прайс, который находится при офисе фикс-прайса. Я надеюсь, там будет намного больше интересного. Поэтому в следующем влоге смотрите, что же там в магазинах. И мне интересно, как там с порядком и выкладкой товаров. Потому что то, что творится в остальных фикс-прайсах, кроме белорусских, это, конечно, ужас. Ну, посмотрим. А я буду с вами прощаться. Надеюсь, вам было со мной интересно. Всех целую. Всем пока.